Предварительный арест – это исключительная мера, которая призвана обеспечить нормальный ход уголовного судопроизводства. Предварительный арест не может применяться ради самого предварительного ареста. Эта мера не должна быть и не может быть самоцелью карательного характера в отношении человека. В данном случае, к сожалению, она есть. Я на каждом судебном заседании говорил, что предварительный арест должен быть не только законным, но и разумным. Сейчас, спустя почти 4 месяца, я говорю, что предварительный арест в отношении Михаила и Павла должен быть не только разумным и законным, но еще и гуманным. Потому что люди томятся почти 4 месяца в сложных условиях, в прямом смысле слова, с крысами, с тараканами, которые стали постоянным спутником их жизни. И я уже посылаю сигналы в СОС и говорю, люди, ну смотрите, что делается. Они уже надломлены и физически, и морально, и этически. И сколько это может продолжаться? Я на каждом судебном заседании говорю, ссылаясь на практику Европейского суда, что по такой категории дел суд должен отдать приоритет личной свободе Михаила и Павла. А защита виртуального правопорядка должна уйти на факультативный уровень. Ничего. Судьи смотрят на меня с пониманием, но чувствуют и думают. Тушься, тушься, глупец. Все равно мы сделаем по-своему. И делают по-своему. Уже почти 4 месяца. Они адвоката в этой истории превратили в статиста, который, по их мнению, должен являться для галочки. А все равно делают свое дело. Перед ними можно хоть лезгинку станцевать, вередикт у них не изменится. Поэтому я и говорю, что традиционные правовые рычаги давления не работают, дают сбои. Поэтому я считаю, что в этом смысле необходимо делать акцент на решение этого вопроса на дипломатическом и даже на политическом уровне. И если мы будем ставить акцент на эти направления работы, то это будет говорить о том, что правовые рычаги не работают. Что суды не разбираются в этих вопросах, не хотят разобраться. Они испытывают политическую чувствительность в этом вопросе. Поэтому не могут беспристрастно и объективно разобраться в этом вопросе. Судья удаляется в сообщательную комнату по закону и должна, как правило, уже выйти с вердиктом. Сообщательная комната – это святая святых любого суда. Там решается в четырех стенах судьба человека. Судья остается наедине с собой, наедине со своей совестью. И никто не вправе ее беспокоить. Что вы думаете? Судья Елена Карпенко удалила в сообщательную комнату. Через минуту вышла оттуда без вердикта, когда рассматривался вопрос о продлении ареста Михаилу. С мобильным телефоном длинулась по коридору, соприкасаясь с протестующими, с митингующими, с другими людьми. Длинулась мобильным телефоном в неизвестном направлении. Через пару минут она обратно вернула в свой кабинет и начала уже готовить вердикт. Кому она звонила, с кем она советовалась, может, кто-то давал ей указания и так далее. То есть непонятно. Конечно, в экстремальных случаях закон не запрещает суде покидать совещательную комнату. Но в таком громком деле, не просто резонансном, а чрезвычайно резонансном, я думаю, что судья должна была воздержаться от тех действий, которые давали бы стороне защиты, какие-то сомнения в ее беспристрастности. В этом смысле от таких действий нужно было воздержаться. И даже вот в этом смысле могу привести воспоминания известного юриста, который практиковал еще адвокатов Царской России, который вспоминает, что однажды слушалось дело, и он защищал одного клиента. И судья удалил совещательную комнату. Но после того, как он это сделал, ему захотелось выйти по нужде. Потому что судья же тоже человек. И этот судья посмотрел в окошко. А туалет был на улице. У меня было просто... и в кабинете кабинет не был предназначен. Не было. Надо было выйти на улицу. Судья понял, что он не может выйти на улицу, потому что там стоят родственники, адвокат, прокуроры. Он с ними будет соприкасаться. Кто-то что-то скажет, он кому-то что-то ответит. И может пострадать его судейской репутацией. И он не вышел. Не вышел. И не сдержался. Он послал своего помощника домой, чтобы он принес ему чистые вещи переодеться. Вот что такое судейская этика. Вот что такое быть до конца преданным своей профессии. К сожалению, на этом примере мы понимаем, как далека наша юстиция от тех стандартов, которые направо-налево мы пытаемся позиционировать, как европейские, как высокие и так далее. Также я считаю, что нарушение Конституции и презумпция невиновности создают большую угрозу для правовой безопасности Республики Молдова. И даже могут привести к распаду государства. Потому что когда не работают правые институты, экономика не работает, человек себя чувствует незащищенным. Ему легче пойти решать вопросы на каком-то неформальном уровне, в стиле 90-х, чем обратиться в суд. И так далее. И эти и другие моменты, они без привлечения вредят государству. Говорят о его слабости и в конечном итоге ведут к его разрушению. Поэтому забота о правовой безопасности страны, забота о приоритете прав личности над интересами государства – вот основа, которая должна быть поставлена во голову угла теми, кто сейчас находится в власти.